Здравствуйте, меня зовут Нина Ной. Сегодня будем рисовать дерево простым карандашом. Новичкам советую, рисуйте ствол потоньше. Обычно новички рисуют толстые, слишком стволы у деревьев. И веточки. Тоненькие. И не забывайте, что наши веточки не только направо и налево, но и раз и загибаются. Некоторые веточки вперед ствола, а некоторые за стволом. А потом добавляйте еще веточек. Сначала ветки будут более толстенькие, а потом от этих веток ответвления идут. Они уже более тонкие. И не забывайте, что они в разные стороны рисовать, как и в природе. Посмотрите в окно, посмотрите на дерево, которое вы увидите из своего окна. И там тоже будут ветки. И наверняка они только вправо и влево уходите. Посмотрите, как они расположены. И вы делаете так же. Лучший способ нарисовать дерево это выйти в лес и посмотреть на деревья. Как расположены веточки. Какие стволы у деревьев. Какая структура, какая кора. Одна веточка у нас вперед. Впереди растет, а другая сзади. Потом немножко ствол мы выделяем в наши веточки. Веточки. Делаем все это почетче, поярче. И добавляем еще. Добавляем немножко тени. И новые веточки. Когда вы рисуете красками, там уже, конечно, другая техника совсем будет. А карандашом просто добавляете новых веточек. Веточек, как говорится, у дерева слишком много не бывает. Поэтому не ошибетесь. Если добавите еще. Сначала выделяете ваши. Делайте поярче рисунок. И структуру на ствол немного наносите. Кору рисуете. Не закрашивайте весь ствол полностью. Оставьте пространство. Нанесите тени. И дальше добавляем тоненьких веточек. Естественно, на более толстых ветрях. Сидят у нас тонкие. Добавляете и добавляете. И все по такому же принципу. Можно работать бесконечно. Добавляя веточки лучше. Нанося тени. Это уже как по желанию. Так что, если вам нравится это видео, ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал. А я буду пока продолжать рисовать свое дерево. Пусть оно получилось у меня унылое осеннее дерево. без листьев. К нему потом будет можно конечно нарисовать листья, но я, наверное, этого делать не буду. Мое дерево такое осеннее с поздней осени. Откуда-то к нам пришло. Листья все упали у него. Он такой голый, унылый стоит и готовится к зиме. Еще добавим веточек, чтобы было поинтереснее. А также выделим кору. Ну и дальше все в том же духе. Не пытайтесь скопировать мое дерево. Пусть у вас будет свое собственное, ваше индивидуальное дерево, ваше родное, которое вам подойдет и понравится. Мое дерево, это, наверное, похоже на осину получилось. Ну, не знаю. Не важно. у вас будет свое собственное. Просто в этом видео я хотела показать, как ну, это просто пример одного какого-то дерева от жухоненькой травки еще добавим такой осенней. которая осталась с лета. И немножко корневой системы добавим корешочков, ведь оно должно же твердо стоять с земли и не упасть. Корни его удерживают, чтобы она не падала. поэтому немножечко где-то намек на корешки надо сделать. Так что, пока. что-то все так будут что-то Продолжение следует...